Дайте денег на это. Какие-то вы сегодня пессимисты прямо сейчас. Мы реалисты. Наталья, а вопрос такой. А как вы видите, в Костомурше образовать раздельный сбор? А это вас надо спрашивать. Я, к сожалению, вот знаете... Ты только что рассказала. Смотрите, я просто приехала, и я говорю, что в других городах это возможно сделать. У нас нет в Костомурше контейнерного сбора. Значит, нужно понять, как можно сделать подругу. Я могу сказать, что для этого надо будет увеличивать тариф. А кто пойдет на увеличение тарифа? Да. То есть машины должны ходить не одна, а три или две. Понимаете, есть такой анекдот, который заканчивает словами, а вам шашечки или ехать? Поэтому нужно понять, кто здесь за шашечки, кто здесь за то, чтобы ехать и приходить к компромиссу. Я просто не понимаю, как можно говорить, у нас все плохо, давайте отпустим руки и будем сидеть. Нет, я не думаю, что у нас все плохо. Я не говорю, что вы так говорите. Вы знаете, вот раздельный сбор мусора, раздельный сбор мусора, вот я считаю, он больше пойдет сейчас в больших городах. Миллионниках. Мы все можем реализировать. Давайте к этому дам. Понимаете, вот и все. Вот там можно. Мы перейдем чуть-чуть. Там можно. Вопросы с этой темы еще не могу сказать. Нет, это канал. Так что, вот я вам и говорю, что, а как можно? А как можно в поселке Маузерском организовать, в Маузерском районе организовать раздельный сбор мусора? Я думаю, что это можно решить хотя бы в формате ежемесячных акций. Люди, уже довольно многие, они готовы. Экономика. Поселок Лендер, откуда мы сейчас возим мусор, находится 320 километров от нашего полигона. По одну слову. Что вы предлагаете? Я пока ничего не предлагаю. Я бы сказал, предлагаю одно. Так. Что государство должно вообще-то подумать о том, что как это делать. Так я же про это и говорю. Что государство должно... Так вот, когда мне говорят раздельный сбор мусора, я всегда говорю, люди, а вы задумайтесь. А куда это девать? У нас есть заводы. Где у вас есть заводы? У нас есть заводы. Я понимаю, что транский сбор, мы будем долбать эту администрацию, а администрация подумает, откуда взять следство. Да вы поймите правильно, что администрация не отвечает. Оно у них написано в 131-м законе, насколько я имею в память, она отвечает за сбор и организацию лужицы. Но она не отвечает за раздельный сбор. Она не отвечает... Главное, чтобы у вас не было мусора, у вас администрация, чтобы вы не жаловали, что к вам не приходит ничего. Она не отвечает, пока мы, жители, не доставим ее отвечать. Есть закон, есть закон, понимаете? Я не помню, а, 131-й закон, где написано, что должна делать муниципальная власть. И там написано, одна строчка, организация сбора мусора. Все. Дальше у нас отвечает региональный оператор. Региональный оператор тоже все хорошо. Просто вы говорите, нет закона. Вы знаете, что, вот я вот просто на тему, которая меня сильно волновала, у детей разница 11 лет. Я 11 лет не получала пособия с полутора лет у ребенка, и сейчас у меня ребенку 10 месяцев. И закона не было с полутора лет платить, его не было с 94-го года. И в этом году он появился, поэтому все возможно. Просто тут каждая мама, у которой есть ребенок, она об этом заявила. И в конце концов это произошло. Все правильно, чем больше людей будет об этом говорить. А если мы 40 человек здесь сели для того, чтобы услышать, какое есть решение, а в итоге слышим 10 нет, то есть 10 вариантов того, что это нереально и невозможно. Ну, слушайте, тогда действительно ничего не будет. Что-то должен, так сказать, ну, предприниматель, который хочет работать в сфере переработки, сбора мусора, он должен, так сказать, не охватывать все и всюду, да, там, занимаемся пластиком, переработали пластик, нашли конкретно, ну, это не так вот, что вот мы хотим все объять необъятное. Так же вот там покрышки, да, то есть надо сразу же находить сбыт этому всему. Тогда за это браться. Там пластик нашли, сбыт, взялись. У нас был очень хороший план, который мы давали. Бумага, этот, Redford, он нашел себе сбыт, он на этом живет, он молодец, он молодец, он устраивает литий-акцию. У меня дети уже собирают на следующий год эту бумагу, дома складывать не куда, но тем не менее. Чтобы выиграть. Они же приучились, дети очень быстро. Крышки, вы не представляете, вот такой пакет. У меня ребенок привелок в школу с крышками. Да для них это счастье, они же выиграют, это классно. То есть, смотрите, дети мотивируются 132. Есть, видите, нет. Нет, это даже должно мотивировать предприниматель. Так почему? Нет, почему? Государство. Redford сам мотивирует. Ну, знаете, я могу сказать так, Redford я бы задушил буквально за месяц. Мне это ничего не стоит. Это же предприниматель Кабун, который, я понимаю, что ему надо жить, он в государстве не просит денег, он живет, работает, как свое все. Но, появите правило, он тоже везет эту же бумагу туда, и они тоже выживают на это. Выживают. А вот сколько этой бумаги, даже при том, что они забирают школу, я не лезу в школу, в садик, я не лезу. Ребята, занимайтесь. Они забирают там на ряде предприятий. Занимайтесь, ради бога. А вы знаете, сколько у меня бумаги на свалках? Так, возьмите, пожалуйста, я вынуждена вмешаться, потому что я вижу, что у всех очень наболело. Прямо очень сильно наболело, но если мы будем долго болеть, то... Давайте решим, что делать. Тем меньше вторую жизнь там, я не знаю. Мы не даем, что это есть, когда здесь рассматривают. Мы же время никогда не дойти не можем. В общем, следующий клайм, это решение хотя бы части проблем, хотя бы части. Продолжим. Правильно уже было замечание девушек, которые я сейчас не вижу, а вы, потому что там. Нужно отказываться. Если мы не можем переработать, если сложно организовать инфраструктуру, если нет переработчиков, если нет операторов, что мы можем делать? Мы можем не покупать то, что нельзя утилизировать, то, что нельзя переработать. Эта пирамида называется 5R. Она очень сильно трансформировалась за последние годы. Изначально все говорили 3R. Был принцип 3R. Refuse, reduce, reuse, recycle. Даже не было reduce. Reduce, reuse, recycle. Да, было 3 главных. То есть сократи, используй повторной переработой. Видите, сейчас как разрослось, становимся все более осознанными. Добавилось даже компостируй в конце, это рот. Более того, когда я готовилась к сегодняшнему мероприятию, искала в интернете, собственно, что такое 5R, я нашла порядка 15R. И они все были, в общем, про одно и то же. Repair, то есть, там, ремонтируй. Redesign, то есть, по сути, upcycling, переделка чего-то старого, что-то новое, более функциональное. То есть, очень много вот этого всего. Ну, вот, в общем, на них можно ориентироваться, на эти R. И что же, как же это все работает? Что такое refuse? Откажитесь от того, что не будете использовать или что впоследствии нельзя переработать. Не покупайте пятые джинсы размера, которые вам не подходят, потому что, ну, я похудею через пару месяцев и влезу эти джинсы. Вот когда похудеешь, тогда и покупаю, собственно. Не покупайте то, что нельзя переработать. Я буду сейчас на одном из следующих слайдов показывать. Но, как правило, это третий, седьмой типы пластика. Их вообще совсем нигде не принимают. И всякие одноразовые еще вещи, вот, собственно. Все, от чего стоило бы отказаться. Третий, седьмой тип пластика. Воздушные шарики не принимают вообще нигде. В Центральной России я не нашла ни одного оператора, ни одного переработчика, который бы занимался воздушными шариками. А если так пускают в небо, это просто вообще туши свет, потому что ими давятся птицы, ими обматываются черепахи в море. То есть они улетают там, чертик, куда, в какой-нибудь море, океан, и там от них погибают животные, от этих шариков. Трубочки коктейльные. Их не принимают практически нигде. Я знаю две компании, и обе в Москве, которые принимают трубочки, потому что, по сути, это пластик ПП пятого типа. И его, в принципе, можно переработать, но трубочки должны быть чистые. То есть их нужно подготовить, помыть, ёршиком там может пройтись, не знаю. То есть лучше их вообще не использовать. Для меня, например, вообще большая боль, когда я иду куда-нибудь в кафе и заказываю, не знаю, какой-нибудь лимонад, и мне приносят его с трубочкой. Ну, чуваки, ну вы хоть спросите меня, нужна она мне или нет. Но больнее, когда ты попросил, чтобы её не клали, и всё равно положили. Мне положили две. Я зашла две. Не надо в пакетах складывать. Да я могу попросить, сейчас ещё заберут. Он бесплатный. Бесплатный. Это бесплатно. Это бесплатно, говорят мне с пакетами. С трубочками я нашла такое решение. Я просто из крупного города, из Москвы. У нас там всякие рекомендательные системы с отзывами. Очень хорошо работают. Яндекс-карты, гугл-карты, вот там дубль-гиз, ещё что-то. Я всегда, когда сходила в такое место, где мне сунули ненужную трубочку, я пишу, очень прилежно пишу отзыв. Здравствуйте, дорогие, ну там, спасибо вам большое, вкусная кухня, но вот трубочка была лишней. А давайте без трубочек, потому что А, Б, Б. Ну и то есть я написала таких отзывов уже штук 15. У меня все отзывы на Яндекс-карты состоят из жалоб на трубочки. Но я вас просто призываю присоединяться. Давайте им на Алиэкспрессе. Нам об этом сейчас поговорим. Но это я просто к тому, что если мы завалим их отзывами о том, что нам не нужны трубочки, рано или поздно они задумаются. Ну то есть я верю в людей, я думаю, что они задумаются. Всё-таки. Ватные палочки вообще не перерабатываемые. То есть вот эти вот штуки, ну вата, понятно, это хлопок, она рано или поздно разложится, если не будет на свалке лежать, но пластиковое основание невозможно сдать никуда вообще. Вообще никто их не принимает абсолютно. Пакеты, которые, сами знаете, любят летать, шуршать, висеть на деревьях и украшать с собой горизонт. Одноразовые пластиковые, ну не пластиковые, бумажные, кофейные стаканы, почему-то многие до сих пор считают их бумажными. На самом деле это композитные материалы, бумага, облепленная пластиком, и никто, опять же во всей центральной России, никто не берет их в переработку, потому что невозможно отделить пластик от бумаги. Бахилы, пластиковая одноразовая посуда, тампоны женские с прокладками, между прочим. Я вот была в прошлом году на Байкале, тоже волонтерила, и наша группа собирала на берегах Байкала мусор. Байкал – это самое большое озеро в мире, оно безумно красивое, там природа просто очень-очень красиво, невозможно словами передать. Мы идем по берегу, и каждая вторая штуга, которую мы поднимаем с земли, это не пивная банка, а тампон, тампон, тампон банка, тампон, тампон банка. Ну как? Зачем там пиваться? По количеству? Количество, не могу сказать, но реально около половины того, что мы собрали, это были тампоны и прокладки. Серьезно. Это просто жесть, я не понимаю, как можно приехать на Байкал и оставить там свой тампон. Ну ладно. Вот, собственно, что с этим делать? Использовать многоразовое. Все, что я отобразила на предыдущем слайде, все можно заменить многоразовыми вещами. А слева многоразовая пластиковая посуда. Ну то есть я понимаю, что вы не можете с фарфорными тарелками ехать и ликнуть. Конечно, это очень сложно. Но есть пластиковая посуда, которую можно нагревать. Это пятый тип ПП, про который я уже говорила. Его можно нагревать, его можно мыть в горячей воде с моющими средствами, и он при этом не выделяет никаких ужасных бисфенолов и диоксинов и прочей ерунды. И ее можно переработать. Скажите, пожалуйста, как он еще, вот какая маркировка? Пять. Всего семь маркировок. Первая ПЭТ, это, как правило, бутылки. Вторая HDPE, то бишь, как-то так, по-моему, пишется. Это, как правило, упаковки из-под шампунь, то есть бутылочки. Третий, это ПВС, он вообще неперерабатываемый. Перерабатываемый, это упаковки от компакт-дисков и что-то еще. Четвертый, LDPE, это тоже, как правило, всякая бытовая химия. Пятый, ПП, это упаковки от йогуртов, от данонных, всяких вот таких вот. Или вот такая вот многоразовая посуда. Вот, которая можно греть. Пятую можно греть, да. Я в группе мероприятий скидывала таблицу, то есть там ссылка на таблицу, где написано, что можно греть, что нельзя греть, что можно мыть, что нельзя. Вот, шестой, это ПС, это полистирол, вспененные лоточки, например. Их вообще нельзя греть, ни в коем случае, никогда, совсем. Это очень-очень вредно. Это типа, как суши, например. Как дошираки, как суши, что там еще в них. Ну, дошираки, да, самый такой распространенный пример. Готовая еду вверх с собой. Да, готовая еду в этом. И когда ты покупаешь готовую еду, ты ее туда в микроволновку и засовываешь. А это нельзя, это яд. Ну, то есть это прям реальный яд, который канцерогенный фактор. А то и битком сливаешь нормально? Нельзя. Воздействие температуры нельзя. Но дошираки в нем продают. Класс. То, что дешевле, в том и продают. Да, экономические причины. В чем дешевле? Ну, вы-то молодцы, уже умные, делайте так. Будет теперь хорошая еду. В общем, надо распираться. В общем, пластиковым мы еще вернемся чуть-чуть попозже. А сейчас еще про многоразовые немножко. Справа это тоже ватные палочки, но они бамбуковые. Бамбук один из признанных возобновляемых материалов. Он быстро растет. Он довольно экологичный. То есть его не надо заливать пестицидами. То есть он быстро восстанавливается. Также зубные щетки есть бамбуковые. Зубные щетки, да. Я наконец нашла зубную щетку в Питере бамбуковую. У меня теперь она тоже есть. Кто-нибудь покупал у нас пластанушу? Так вот, сколько делал, что их нет? А к этому я тоже еще вернусь. Да, это будет чуть-чуть, прям буквально. Чуть-чуть, прям буквально через этот слайд. Я сейчас беру про каждую. Это мочалки. Спичку нахочешь? Так, давайте, давайте чуть-чуть вернемся к экрану. Справа у нас многоразовые бахилы. У меня уже такие есть. Они очень легкие в употреблении. В сумку засунула, пошел. Грязь потом тряпочкой внутри вытер, все. Ну, то есть вы представляете, если вам нужно в поликлинику за неделю три раза сходить, это, особенно если она порвалась на ноге, нужно новую надеть, она опять порвалась, нужно опять новую надеть. Вы наплодили там граммов 100 пластика, просто вообще на ровном месте. Многоразовый бахилы это вырут. Три круглых штуки. Это люфа, это биологическая мочалка. Ее можно использовать как мочалку для тела, ее можно использовать как мочалку для мытья посуды, как губку. Для того, чтобы ее очистить, ее нужно просто прокипятить, и она как новенькая становится. То есть это отличная замена губки, потому что губка обычная для мытья посуды, ее невозможно переработать, она набирает критически важный объем микробов примерно за неделю. Каждую неделю замычишься просто. Ну, то есть ее тоже можно перекипятить, она станет почище, но, в общем, ее нельзя переработать. Она потеряется потребительский слой, чтобы не переработать. Ну, да, она потом мылит. Как мылит у губы, скажу еще одно. Дело в том, что вот это можно использовать как мочалку, как губку. Просто берешь и разрезаешь ее, и вот как кубку маленькую. Это семейство тыквенных, поэтому она вообще, ее приятно у меня все будет. Классная штука, да. Тонкий вопрос для женщин. Менструальная чаша. То, о чем я сейчас говорила, тампоны, прокладки, это просто беда. Но нам без этого никуда, женщинам. Как правило, нам никуда от этого не деться. Это многоразовая альтернатива тампоном и прокладкам. Она сворачивается, то есть он выглядит очень большой, но на самом деле она сворачивается и становится как тампон. Она легко вставляется, она практически не ощущается в теле. Понятно, что у каждой женщины свои анатомические особенности, кому-то может быть с этим неудобно. Но можно попробовать, и если вам подойдет, то это будет идеальным вариантом, потому что вы ее покупаете и можете использовать 10 лет. Она делается из медицинского силикона, она не вызывает никаких аллергических реакций. Ну, то есть тампоны, например, они, есть медицинские исследования, которые доказывают, что они вызывают синдром токсического шока. Наверняка, если читали когда-нибудь инструкцию к тампону, увидели, что от этого вообще-то можно умереть. То есть обычно, если ты не вынул его вовремя. Но иногда бывает, что ты вроде как все делаешь правильно, но все равно случается синдром токсического шока. С менструальной чаши такого не бывает, потому что это медицинский силикон, там ничего никуда не впитывается. Оно просто наливается в емкость, ты потом это выливаешь, моешь все. Все. Я читала, что хлопок, из которого делают эти тампоны, его тоже обрабатывают. Да, кстати, тампоны делают из беленого хлопка, он химически обработан. Я бы вообще такую штуку в себя ставить не советовала. А из органического стоит вообще космических денег. Да, стоит космических денег. Ну и на самом деле все равно, что его выкинешь органическим. Ну это понятно. Наверное, редкая женщина задумается о том, чтобы компостировать тампоны, которые там у них за месяц. Я тут уже совсем... Копиетилку складывала потом. Хорошо, в общем, дальше. У нас еще есть многоразовые тамблеры, то есть многоразовая посуда для кофе на вынос. Потому что я вообще не могу просто смотреть, как люди покупают эти одноразовые стаканы. Я знаю, что они не перерабатываются. Мне прям реально больно смотреть, когда человек при мне берет этот стакан и идет с кофе. Я думаю, две минуты ты будешь его пить. Две минуты до урны и все. А это многоразовая штука, по-моему, и не было. Можно? Сейчас очень классная альтернатива во всех городах, в миллионниках, особенно. Скидка на кофе в свою тару. Точнее, 5, 10, 15 процентов. Я бы, кстати, не узнавала, есть ли у нас в городе? У нас еще нет, но сколько я бы не узнала. Тут вот говорят, что даже в некоторых самолетах уже можно наливать свою тару. Потому что самолеты уже, знаете, с этими стаканчиками бесконечными, тоже одноразовыми. А еще вот тоже в Москве, в Питере точно есть такие инициативы, как капшеринг. Ну, то есть вот мы устраиваем мероприятие, на которое придет 200 человек, например. Они будут пить, нам нужно их напоить. Что нам делать? Мы же не можем, ну, если мы экологически ответственные, мы же не можем им поставить одноразовые стаканчики, которые потом некуда деть. И есть капшеринг, то есть тебе выдают кружку, ты платишь за нее залог, например, 100 рублей. Пластиковая, но многоразовая, перерабатываемая. Ты оставляешь 100 рублей, ты с ней потом по мероприятию ходишь, возвращаешь, тебе дают 100 рублей обратно. Все, ты попользовался, она ушла на следующий цикл, на следующее мероприятие. Очень-очень удобная вещь, мне кажется, прям классная инициатива. И, конечно же, эко-сумки и фруктовки. Эко-сумки, я думаю, тут наверняка большинство уже используют, потому что это, мне кажется, уже, ну, гораздо более распространенная вещь, чем там люфы или менструальная чаша. Фруктовки, сеточка со шнурочком, очень тонкая, хорошо складывается. Кладешь в сумку, все, можно в магазин вообще без проблем идти, покупать виноград, изюм, специи. Ну, специи, ладно, плотная фруктовка, может быть. Это лучше, наверное, в контейнер. Можно и в контейнер. Кстати, очень интересный момент про контейнер, потому что рыба, например. Вы хотите купить сырую рыбу. Вы же не можете его фруктовку засунуть, это будет... Да, вот я шла сюда и думала, я рыбу покупаю сейчас там в лагоне. Рыбу можно... И уже в пакетах. Рыбу можно покупать, ну, если у вас есть возможность без пакета, то есть, например, на рынке покупаете... Даже если я его не куплю, они его выкинут при мне тут же, понимаете? Нет, я имею в виду, если они не расфасованы. Если она расфасована, и вы ее вытаскиваете, это бессмысленно, я понимаю. Я имею в виду, что вообще, если вам нужно купить какую-нибудь рыбу или мясо без упаковки, и оно будет без упаковки, и нужно его во что-то сложить, вы можете в любой магазин прийти со своим контейнером, и вы имеете на это право в законе о защите прав потребителей. Есть пункт, что любой покупатель имеет право покупать в свою тару. Нет никаких санпинов, которые бы этому противодействовали. Самое главное, чтобы она была чистой. Да, она должна быть чистой, но если... Просто, знаете, свои права. Если вы пришли в магазин и продавец вам говорит, что вы не имеете права, в нашем магазине это запрещено, может быть, в вашем магазине это и запрещено, но вообще-то российский закон, единость со всей страны, он этого не запрещает. Вызывайте менеджера, вызывайте администратора и вперед. Вот. Дальше. Что еще мы можем делать? Мы можем редьюс сумку. Я думаю, что у меня не предпринимательство. Это только что советские марли. Многоразовые подгузники. Многоразовые подгузники. Многоразовые подгузники уже сейчас есть. Многоразовые прокладки уже сейчас есть. Очень много. На разверсах. Неодноразовые. Да. На и маме есть такой мешочек, который сворачивается. Вот такого же ступа. Многоразовые. Классно. Мама твоя молодец. У меня тоже как-то что-то. В интернете 50% людей горят. Да. Следующий R это у нас... Следующий R это у нас редьюс. То есть сокращайте. Я уже говорила про пятые джинсы, но редьюс и редьюс они в принципе очень сильно взаимосвязаны. Либо отказывайся, либо сокращай, это очень попозже. Отдавайте вещи в секонд-хенды или благотворительные фонды. Не выкидывайте текстиль на свалку. Почему? Потому что многие комплексы мусоросортировочные, они текстилем забиваются. То есть портится автоматика, которая все это дело перемешивает, раскидывает, закидывает в прессы. Текстиль очень быстро пропитывается всякими соками, водой. Он сильно пачкается, он начинает гнить, он наматывается на эти шестеренки, портит оборудование. Текстиль нужно утилизировать отдельно. К сожалению, ближайший город Костануша, который можно узнать на переработку текстиля, в Санкт-Петербурге. В Петрозаводске я не нашла вообще ничего. Можно в Эчиндеме только сказать. Да, в Санкт-Петербурге. Смотрите, про Эчиндем тоже отдельно сейчас скажу. В Петрозаводске я нашла благотворительный центр преодоления, помощи бездомным животным, ой, бездомным людям. Туда можно отдать одежду в более-менее хорошем состоянии. Есть Эчиндем. Почему Эчиндем хуже, чем переработка в России? Потому что Экослед. Эчиндем не перерабатывает в России, у них нет российского партнера, они везут в Швецию. Это, блин, ужасный Экослед, который никуда не девается. То есть я понимаю, что там дают скидку на 20% или на 10%, я не помню. Я знаю, что это не бывает, что все переработать. Ну, в общем, это, знаете, это не гринвошинг, то есть это не имитация экологической деятельности, но вопрос целесообразности и насколько это экологично вообще, если ты проделываешь такой огромный путь с текстильными отходами, чтобы переработать в пряпку. Ну, как бы, ты сколько бензина для этого сажешь? Ну, то есть это прям нужно, чтобы появилась инфраструктура переработки, но, к сожалению, я знаю только в Москве и в Питере переработчиков, которые этим не занимаются. И это, между прочим, благотворительные фонды в обоих случаях. В Питере это магазин «Спасибо», ну, то есть благотворительный магазин, а в Москве это благотворительные фонды «Второе дыхание», «Второе дыхание», которое они дают одежде. То есть вторая жизнь, по сути. Так, можно быстро дополнить? Да, есть такая тема просто «фаст фэшн», это направление, которое появилось из-за того, что вещи стали дешевые, они низкого качества, соответственно, вы, ну, как бы, оно быстрее приходит в негодность. И вот эта вот гонка за новыми коллекциями постоянно, ну, Брюзары, H&M знаменитые там, большие наши магазины все, и люди гонятся за новыми коллекциями, которые там выходят, что ли, не каждый месяц. И, соответственно, это провоцирует вас покупать все больше и больше. А вещи, они не так долго служат, соответственно, мы их отправляем на свалку. Но еще тут такой нюанс в том, что на любые джинсы, на любую полу...